Я своих и там не бросал, и сейчас не брошу. Я мало похож на ангела. Мы занимаемся этим над своего сердца. Усилий психологических, наверное, больше, чем, нежели себя заставить под ней пойти в атаку. Слава Богу, иногда у нас проходят какие-то акции о награждении в высокими орденами, в герогевском зале, президентом. Это показывают по телевизору. Но в основном это происходит достаточно буднично. Тебе вручили награду, ты получил, сказал спасибо. Вы знаете, со стороны государства и со стороны властей местных ежегодно, получая несколько к праздникам Гню Героя 9 мая по открытке от Областной Думы, от Городской Думы, это единственная та почесть, которая оказана мне как герою, а уже говоря о простых людях, которые прошли боевые конфликты, так скажем, многие точки горячие, вообще не существует. Единственное, что что-то можно якобы изобразить, даже не помощь, а сопричастность, это 2 августа, когда 1, ну максимум 2 каких-то не совсем таких многозначительных чиновника от администрации можно прийти на открытие памятника. Так как было в советские времена, когда действительно почет и уважение было к ветеранам Великой Отечественной войны, такого сейчас нету, даже близко. Ну, я не могу сидеть, во-первых, на пенсии просто, хотя у меня достаточно хорошая пенсия геройская, и у нас, у многих, те, кто прошел горячие точки в разных местах, есть обостренное чувство совести, справедливости. После, так скажем, окончания реальной боевой службы я занялся вот в составе Лиги ветеранов. Ну, я занимаюсь помощью таким же ребятам, стараюсь не только ребятам прошедшим, но и их семьям, и вдовам, родителям, всем, кому можно помочь. Иногда порой даже не нужны деньги, а просто приехать и оказать внимание. Это гораздо больше, наверное. Сесть, поговорить. Но на это еще, я вам скажу, еще и мужества нужно очень много, потому что сидеть, разговаривать с тобой или матерью, которая потеряла своего сына или мужа, это очень тяжело. Это, поверьте, это стоит порою усилий психологических, наверное, больше, чем, нежели себя заставить под ней пойти в атаку. Здесь одна девушка написала в комментариях, где был раньше, выскочил как черт из табакерки. Ну, да, наверное, это хорошее определение. Я мало похож на ангела. Ну, не из табакерки-то точно. Последние четыре года я занимаюсь именно помощью, именно ветеранам и вдовам, их семьям. Мы занимаемся этим от своего сердца. Но я своих и там не бросал. Ну, и сейчас не брошу. Когда ребенок видит, как относится к его дяде, отцу, близким, которые воевали в каких-то горячих точках, когда он получает эти копейки, просто реальные копейки, когда он видит, что его родители работают, пашут на лежащем заводе или фабрике за копейки, но разве у ребенка появится какое-то патриотическое чувство? В лучшем случае, ведь он будет стремиться уехать куда-то на Запад и получать там и образование, и работать потом в дальнейшем. Мы каждый день видим такое. А это все в первую очередь от того, что отношение нашего государства. Как только государство изменит отношение к своим ветеранам, к своим гражданам и повернется лицом, человеческим лицом. Я думаю, что у нас все многое изменится.